МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Сама Цикенов, сурдоперевод Джандос Адилова. И в начале выпуска коротко о главных событиях. В течение ближайших двух дней все жилые дома семей получат отопление. По данным коммунального отдела, сегодня паспорта готовности имеют 973 дома. Семей в моем сердце в городе прошел масштабный фестиваль, в котором принимали участие известные выходцы с нашего региона. Футбольный клуб Алтай одержал очередную уверенную победу. Игра с кустанайским Табол-М завершилась со счетом 5-1. Об этих и других событиях более подробно. В Акимате города под председательством главы семьи Ермака Салимова прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. На нем были рассмотрены вопросы профилактической работы в среднеспециальных и высших учебных заведениях по недопущению распространения деструктивных религиозных идей. Кроме того, в ходе заседания были заслушаны отчеты о проводимой работе в воинских подразделениях регионального командования «Восток» по повышению уровня противодиверсионной защиты. В течение ближайших двух дней в семье получат тепло все жилые дома. Такое обещание дают в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. К системе центрального теплоснабжения в городе подключены 1069 многоэтажных жилых домов. Из них на сегодняшний день паспорта готовности имеют 973 дома. 9% жилых объектов пока не могут принять тепло. Как пояснили в отделе ЖКХ, это дома, где еще ведутся внутридомовые ремонтные работы. По словам руководства, тем не менее, ситуация с технической готовностью домов с каждым годом выправляется. Жильцы и кооперативы становятся все более дисциплинированные в этом плане. Среди хронически проблемных объектов можно отметить дома по улице Дулатова, Уральская, в поселке Юность и на первом микрорайоне. Напомним, отопительный сезон в этом году начался гораздо раньше обычного. Уже с прошлой недели к отоплению подключились все социальные объекты и некоторые жилые районы. Вместе с теплоэнергией поступает и горячая вода. По данным коммунальщиков, подготовленные дома и объекты правого берега уже получили тепло. Левый берег поэтапно подключается. На этой неделе специалисты обещают завершить эти работы. Многоэтажные дома левого берега сегодня-завтра уже будут подключаться к отоплению. В целом, готовность домов по городу составляет 90%. В некоторых домах сейчас по инициативе жильцов ведется замена труб и другие ремонтные работы. Из-за этого в таких домах подача тепла затягивается. Только по этой причине. А так, мы готовы дать тепло домам. В честь Дня пожилого человека, Аким города Ермак Салимов, побывал в территориальном центре социального обслуживания пенсионеров. Градоначальник познакомился с деятельностью учреждения и поздравил подопечных с их праздником. Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров оказывает услуги на дому не только жителям семьи, но и поселка Шурбинск. В общей сложности это более 1100 человек. В честь Дня пожилого человека Аким Семия Ермак Салимов посетил центр и поздравил его подопечных с праздником. Я с удовольствием поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам, всем вашим близким, родным, друзьям, соседям, всем крепкого здоровья, успехов во всем. Ваш опыт, безусловно, для нас. Это обучение дополнительное, это общение с вами. Я думаю, что очень многое делается, и в том числе и в нашем городе. Вы это чувствуете, знаете, эта программа будет продолжаться. В этот день одному из аксакалов центра, Сельхану Болтоваеву, исполнилось 80 лет. Градоначальник поздравил его с двойным праздником. Отметим, что в центре действует и дневной соционар, который в месяц посещают более 70 пенсионеров. Здесь оказываются не только медицинские, но и социальные услуги. Лидия Устьянцева вместе со своим супругом обратилась в территориальный центр 10 лет назад. С тех пор он стал для них вторым домом. Вот сколько было Акимов города, это первый Аким города, который посещает нас и общается с нами, и он находит время. Вы понимаете, настолько это нам приятно. Мы чувствуем, что он, когда вводит в курс событий города, что делается, и нам кажется, что мы не оторваны от жизни. Территориальный центр работает в городе на протяжении почти уже 30 лет. За это время он успел стать уютным домом для одиноких и нуждающихся в особой помощи пожилых людей. Саулеба Игалиева, Раскульма-2, Свои Ильжан Макзумов, Служба новостей семей. К другим темам. Сегодня благодаря взвешенной государственной политике, единство народа Казахстана ярко проявляется через многообразие этносов, проживающих в нашей стране. При этом каждая из национальностей имеет возможность, сохранив свои традиции и обычаи, передавать их следующим поколениям. Недавно в семье в рамках празднования немецкого фольклорного фестиваля «Октоберфест» были подведены итоги конкурса «Майн Фамилен Альбум». В этом году в рамках традиционного культурного фестиваля был организован фотоконкурс «Майн Фамилен Альбум». В нем принимало участие 28 человек из семи близлежащих регионов. Каждый из них представил жюри фотоархив, рассказывающий о конкретном человеке. Выступления на немецком языке сопровождались слайдами с семейных мероприятий. Такой неформальный подход, по мнению участников, позволяет им обогатить знания родного языка и передать потомкам обычаи и традиции своего народа. Мы с большим интересом приехали на это мероприятие. И хотим, конечно, чтобы наш язык возрождался, наши обычаи не забывались. И чтобы молодежь приобщить к этому делу, чтобы она тоже не забывала о своей традиции и свои праздники. Сам Октоберфест отмечается в конце сентября – начале октября. Если раньше его отмечали как пивной фестиваль, то в последние годы главным поводом для всеобщего праздника является окончание работ по сбору урожая. Праздник этот зародился в Германии еще в 1810 году. Там король Людвиг женился, и настолько он любил свою жену, что сделал праздник для всех своих подданных. И с той поры вот этот праздник, он стал, правда, интерпретироваться, немножечко изменяться по-другому. Ну и на сегодняшний день это праздник, просто действительно тоже НТФест, то есть праздник урожая собрали. И возможность еще раз собраться всем и повеселиться. После подведения итогов все участники фотоконкурса были награждены памятными подарками. Далее фольклорный фестиваль Октоберфест продолжился праздничными мероприятиями, которые позволили лучше узнать культуру и традиции немецкого этноса. Сама Цикенов, Рыскуль Мадвасова, Еджан Макзумов, служба новостей семей. Семей в моем сердце в рамках празднования Дня города на Центральной площади второй раз подряд прошел масштабный фестиваль. В нем принимали участие ученые, общественные и культурные деятели, а также спортсмены, выходцы из нашего города. В рамках фестиваля состоялось их чествование, во время которого они выступили со словами напутствия в адрес сегодняшней молодежи. Само мероприятие было направлено на пропаганду казахстанского патриотизма и любви к родине. Во время фестиваля известный Ак-Ин Калкаман Сарин прочитал свои произведения, а певица Гульмира Сарина и другие звезды отечественной эстрады исполнили популярные песни. С праздником вас! Пусть наш всеми любимый город семей процветает, а любовь к нему всегда хранится в наших сердцах. Как отмечает лидер нации, наш Султан Назарбаев, сегодня необходимо провести духовную модернизацию молодежи, возродить историю, а именно наши традиции и обычаи. Сегодня проходит такой замечательный фестиваль, которым может гордиться наша молодежь. Очень хорошее мероприятие. На сцене выступают наши земляки, которых мы очень любим. Все проходит просто замечательно. О новостях спорта. Во всех Назарбаев интеллектуальных школах Казахстана прошел первый эко-велофестиваль. В нем принимало участие более 4 тысяч человек. Жители семьи также приняли активное участие в данном спортивном мероприятии. Его главной целью стало оказание поддержки и развитию велотранспорта в нашем городе. В велопробеге участвовали жители города, преподаватели и учащиеся в более 30 учебных заведений семьи, а также спортсмены и представители родительской общественности. Велофестиваль был организован в рамках грантового проекта программы развития ООН «Твой безопасный велосипед для экологии твоего города и твоего здоровья». Согласно правилам мероприятия, участники велопробега проехали маршрут протяженностью 5 километров по трассе семей Павлодар. По словам организаторов, основная идея заключалась в пропаганде здорового образа жизни и в популяризации велотранспорта среди молодежи и взрослого населения как экологически чистого средства передвижения. По завершению победителей, призеры первого велофестиваля были награждены грамотами Назарбаев интеллектуальной школы, дипломами программы развития ООН, медалями и памятными подарками. Мы сегодня выступаем в поддержку развития велотранспорта в нашем городе. Хотим, чтобы экологически чистый вид транспорта развивался у нас в городе Семень. Я рада, что в нашем городе проходят велопробеги. Это очень полезно. И я рада, что пропагандируется здоровый образ жизни в Казахстане, в каждых областях. Я хочу, чтобы больше людей занимались, катались на великах, чтобы природа была чище. Пускай такие мероприятия чаще проводятся в нашем городе. Восточно-казахстанский футбольный клуб Алтай одержал очередную победу. Свою 26-ю игру во второй лиге наши земляки провели с Кастанайской командой «Табол-М». В первом тайме счет открыл Алтай из Дауренка и Кибазов. После перерыва наши земляки Баужан Танибергенов и Алексей Мальцев забили ворота соперников еще два гола. Также во втором тайме вновь отличился Дауренка и Кибазов, забив четвертый гол. Кроме того, в ходе игры Кастанайцы забили свои ворота автогол и подарили алтайцам еще одно очко. По итогам матча Алтай одержал очередную уверенную победу со счетом 5-1. Отметим, что в настоящее время футбольный клуб Алтай, имея в активе 61 очко, продолжает возглавлять турнирную таблицу. А футбольная команда «Табол-М» с 40 очками расположилась на шестом месте. Им сказали, если победите, то вновь будете играть в первой лиге. Поэтому Алтай играет хорошо. Несколько матчей сыграли в Усть-Каменогорске и в Семее. Сейчас они занимают первое место. Мы верим, что скоро увидим нашу команду в первой лиге. И в завершение выпуска штормовое предупреждение. По данным КАЗ «Гидромет» в Восточном Казахстане 3 октября местами ожидается усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Днем порывы до 25 метров. Управление ПЧС города Семей просит горожан и гостей города соблюдать меры безопасности при возможной чрезвычайной ситуации. Это были все новости на сегодняшний день. Впереди вас ждет прогноз погоды. А мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч. В Усть-Каменогорске по прогнозам синоптиков пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 8. Ночью 5 градусов тепла. В Павлодаре пасмурно. Местами дождь. Температура воздуха днем плюс 10. Ночью 5 градусов выше нуля. В Алматы малооблачно. Без осадков. Температура воздуха днем плюс 15. Ночью плюс 9. В Астане пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 5. Ночью 3 градусов выше нуля. В Семее пасмурно. Местами дождь. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11. Ночью плюс 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...